Реставрация фасадов зданий в историческом центре Южной Пальмиры снова под вопросом. Как рассказал, во время последнего аппаратного совещания в мэрии начальник управления капитального строительства Борис Панов, был расторгнут договор между городским правительством и компанией «Отдесские реставрационные мастерские». Сейчас муниципалитет согласовывает новые документы на проведение реконструкции. Мы согласовали всю документацию с областным управлением архитектуры и защиты памятников культурного наследия. Сейчас ведем согласование планов с нашими предприятиями, в частности с КП «Отдессгорсвет» в части подсветки зданий, заметил городоначальник. После этих согласований мэрия выберет подрядчиков для работ на оставшихся фасадах в центре, запланированных под реконструкцию. У меня нет желания отстаивать интересы господина Тарпана, являющегося совладельцем компании «Отдесские реставрационные мастерские», особенно после ситуации вокруг дома Русова. Но я живу в Старой Одессе, хожу по историческому центру и вынужден заметить, что большинство объектов, на которых работали мастера из упомянутой фирмы, демонстрируют неплохое качество выполненных работ. Допускаю, что сметная стоимость где-то была преувеличена, за что, кстати, компания была наказана, и дабы не вступать в судебный конфликт с мэрией, пересмотрела смету в сторону уменьшения. Но все это, так сказать, детали. Куда важнее продолжение событий после разрыва договоренных отношений между городским правительством и одесскими реставраторами. Перечислю причины, вызывающие тревогу. Первое и самое главное – это то, что одесские реставрационные мастерские имеют свою производственную базу, причем созданную не в один десяток лет. Мне приходилось наблюдать за работой этих специалистов. Знаю положительные оценки труда одесситов со слов их коллег из того же Львова. Отсюда вопрос первый. Имеются ли в мэрии списки претендентов на замену одесситов по реконструкции объектов в историческом центре Южной Пальмиры? Если есть, то насколько уровень конкурентен? Вопрос второй тоже не праздный. На каких производственных площадях будут работать новые исполнители работ и какова мощность этих площадей? И, наконец, главный вопрос – насколько точным будут в реконструкции и реставрации фасадов в Аряге? К сожалению, ответа на эти вопросы я так и не нашел в выступлении Бориса Панова. Субтитры подогнал «Симон»!